всем привет сегодня хочу затронуть очень интересную тему по поводу жилья а именно классы жилья и для этого сегодня в гостях у меня ксения в очередной раз друзья давайте поприветствуем ее не слышу ваших аплодисментов шутка 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 привет ксения привет ну что давай начинать разъясни пожалуйста что такое классы жилья как в этом можно вообще разобраться я как профессиональный дизайнер даже не могу этого сделать потому что вот у нас был эконом владимир владимирович сказал больше эконома у нас не будет президент россии владимир путин подписал закон согласно которому жилье экономического класса будет носить название стандартная об этом сообщается на сайте кремля в документе отмечается что минструю страны поручено установить требования к такому жилью в том числе определить минимальные и максимальные размеры помещений до тех пор пока новые требования не были утверждены для стандартного жилья будут применять критерии эконом класса у нас будут теперь строить только комфорт или как там я не знаю теперь у нас есть стандарт стандарт плюс комфорт комфорт минус комфорт плюс там эко шмека премиум там випы шмипы короче я запутался объясняй иван вот есть вопрос всеми любимый есть ли жизнь на марсе вот мы на него до сих пор ответ не знаем нет жизни на марсе это науки неизвестно наука еще пока не в курсе дня примерно то же самое происходит с классами жилья вот это заход ну вот смотрим законодательно в россии в российской федерации классификация жилья с точки зрения продукта ну то есть премиальное ли это жилье жилье бизнес класса или это жилье комфорт класса так вот этого документа не существует то есть нигде в законе не написано какие правила обязан соблюдать застройщик какие характеристики должны быть у жилья если я там назову свой дом дом бизнес класса нет такого закона секундочку так это получается сами застройщики придумали это называется маркетинговый класс жилья на профессиональном рынке профессиональным языком существует класс маркетинговый и класс реальный так вот реальный класс можно определить только наверно привлекая экспертное мнение некая да то есть используя мнение аналитиков экспертов тех кто продает жилье представителей профессионального рынка но это все субъективно и тоже спорно потому что законодательно напоминаю не зафиксированы границы классов если говорить вообще про историю вопроса этим конкретно занимались очень долго представители что удивительно для меня риэлторского сообщества сами застройщики не выдвигали каких-либо там идей там предложение о том чтобы классификацию утвердить не знаю с чем это связано может потому что им просто это наименее выгодно а вот риэлторы профессионалы пытались разобраться в этой ситуации потому что ты должен понимать продаешь что человеку дом бизнес-класс или дом комфорт-класса и разницу ты должен как-то пояснить так вот в общем-то российской гильдии риэлторов был создан некий документ который как раз предполагает классификацию жилья по самым разным признакам от остекления расположения дома оформление придомовой территории количество квартир на этаже инженерии то есть коллеги постарались привести вообще классификацию каким-то нормам они выделили свое время класс жилья эконом класс жилья комфорт класс жилья бизнес и премиальный либо элитный как уж кому нравится можно называть вот самый дорогой класс жилья то есть всего 4 класса всего 4 основных то есть все таки существует такой документ да его можно почитать в интернете забейте классификация жилья ргр и он выйдет его создали риэлторы но вот так вот собрались договорились и решили или не просто риэлторы его создал комитет по аналитике российской гильдии риэлторов то есть профессионалы которые не просто продают квартиры а которые занимаются рынком изучают рынок но то есть несмотря на то что законодательно такого документа не существует можно все-таки обратиться к этому документу который создали просто неравнодушные люди да назовем это так и в общем-то описали да я так понимаю описали какие-то параметры которые соответствуют тому или иному классу жилья но но наши доверчивые зрители и покупатели не зная о существовании такого документа верят на голубом глазу что называется нашим глубоко уважаемым застройщикам а те не будь дураками значит жонглируя этими так сказать классами присваивают ну как бы вот что захотели то и присвоили хотим комфорт класс будет комфорт хотим бизнес будет бизнес я правильно понимаю ситуацию ты несколько утрируешь ситуацию потому что ну давай уж будем откровенны как говоришь на голубом глазу верить никто не верит поэтому ну более-менее плюс минус на самом деле границы классов они в очевидных вещах соблюдаются да то есть они может быть элитного дома с количеством квартир на этаже там 13 11 или 12 да но это как бы это потребитель сразу оценит в кавычках поэтому есть еще нужно различать вообще моменты бумажные да то есть то что прописано отрегулировано выверено и рыночные давай для начала поговорим о том что например рынок екатеринбурга очень сильно отличается от рынка архангельска например то если у нас классификация и разные разные жилые комплексы на рынке действительно отличаются до какими-то параметрами мы используем какие-то инновационные решения то в каком-нибудь другом городе например в принципе может быть этого нет на рынке да и поэтому там немножко другая классификация там может быть комфортом считаться то что мы в екатеринбурге считаем стандартам но и также наоборот а то есть те границы которые существуют у нас они могут быть не применимы к другому региону и это первая из проблем вторая проблема рынок не стоит на месте технологии продукт подход к планировкам потребительские предпочтения все это развивается я не могу не вставить пять копеек простите подход к планировкам не кажется мы откатили назад блин никакого прогресса в этом вопросе нет вообще потому что ну уж вы простите я смотрю очень много планировок ко мне постоянно обращаются за консультациями по планировке ну я просто их рисую очень много дорогая ксения это катастрофа то есть у меня складывается такое ощущение пусть меня застройщики поправят в комментариях или покупатели у меня такое ощущение что дома современные проектируют не проектировщики кто угодно но не проектировщики они не знают что мы носим зимнюю одежду блин что ее нужно куда-то вешать при входе почему такие шкафы к вот вот 40 сантиметров глубиной и в коридоре в прихожей метр шириной это что такое и это называется и это называется комфорт друзья иван реагирует на слово планировки как бык на красную тряпку и сразу включается заметь я не сказала тебе что планировки стали лучше или хуже я сказала что рынок на месте не стоит и меняются планировки она права сто процентов у меня сразу там щелк и полетели так что ребята не давайте мне скучать присылайте мне планировки которые я буду разбирать стоит недорого но зато будет идеалити из любой самой безнадежной ситуации мы сделаем для вас прямо вот квантовый скачок и планировка будет возвращаясь к моменту почему это вообще проблема до первый момент я тебе обозначила что рынке в разных регионах россии по-разному развиваются второй момент технологии технология маркетинг ситуации жизненные социально-экономические факторы которые влияют на самом деле на то что происходит с недвижимостью поэтому та классификация который мы принимали например там два года назад она может уже подразмываться и иметь как бы не такую актуальность буквально через два года каждый год нужно ее пересматривать и апдейте так называемый процесс третий момент нельзя вписать уникальные объекты или объекты которые пытаются жилые комплексы улучшить свое предложение иногда их нельзя вписать в какой-то класс то есть например новостройка по всем опциям соответствует классу комфорт но при этом предусматривает какие-то решения которые чаще всего интегрируются в домах бизнес-класса и ведь несправедливо будет сказать что это дом комфорт класс он же выше поэтому на рынке появляются смежные категории они не прописаны в классификации но профессионалы рынка вообще об этих категориях могут рассказать и пояснить что такое комфорт плюс что такое бизнес-лайт на самом деле это одно и то же но кто-то кто хочет продать подороже будет говорить что у него дом бизнес-лайт класса а кто-то кто хочет продать комфорт подороже расскажет вам что у нас дом комфорт плюс класса да ну на самом деле здесь каждый покупатель выбирает уже свой набор характеристик но подожди извини пожалуйста но получается я прав то есть это все жонглирование маркетинговыми обертками получает какой-то не более того но тем не менее покупатель например в екатеринбурге достаточно хорошо разбирается в продукте и очень сложно у нас на рынке продать то что уж совсем не соответствует классу то есть нет примерно главные базовые показатели будут похожи у всех домов комфорт класса и будут похожи у всех домов бизнес класса то есть все-таки можно ориентироваться на некий документ который ты назвала на параметры на параметры то есть это инженерия количество квартир на этаже количество планировочных решений например мы понимаем с тобой что в доме элит класса студии быть не может но что это другая немножко категория покупателей и мы с тобой понимаем что в жилье стандарт класса должны быть обязательно студии потому что это в том числе жилье там первое для многих покупателей ну и также как количество квартир на этаже тебе рассказала например может быть извини пожалуйста что я опять простите что я вклиниваюсь может быть тогда другую классификацию придумать но просто у нас есть тупо жилые комплексы которые отличаются по цене например есть дешевые квартиры где продаются это много однушек и и студии например да ну давайте назовем назовем это так значит дома для простите для нищебродов хочу сказать дома для студентов например там да или такая дома это значит ваше первое жилье там вот вот классификация ваше первое жилье но ты не прав будешь потому что есть люди которым нужно обязательно переехать в большую квартиру у них есть детки но например ценовой порог там новостроек определенных да он не позволяет им переехать в комфорт класс и естественно эти люди приобретут квартиру стандарт класса кстати локация очень много влияет серьезно влияет на класс чаще всего например там отдаленные районы ну естественно там не построить жилье бизнес класса потому что именно локация инфраструктура будут оградительными параметрами для класса то есть мы не сможем там построить бизнес-класс потому что бизнес-класс предполагает при центральную локацию а вот стандарт пожалуйста комфорт пожалуйста вот здесь я с тобой не соглашусь а что если это вообще новый район специально построен со всей инфраструктурой для того чтобы богатые люди могли чувствовать себя в супер комфортных условиях а вот момент новый район новому району рознь много ты знаешь в академическом домов бизнес-класса или элитных домов вся инфраструктура новый район что не так да не поспоришь скажем так элитных элитных кварталов в принципе быть не должно потому что элитарность она предполагает ограниченное предложение если ты построишь не знаю там комплексы сорока семи новостроек и скажешь что это элитарный квартал но нет то есть массовым предложение элитарное не может быть это тоже оградительный момент признаки а есть кстати интересная история есть еще один класс жилья который на самом деле в этой классификации не описано мы в своей работе как аналитики и как люди которые занимаются скажем так продуктовыми стратегиями для застройщиков мы выявили еще один интересный класс жилья который называется коллекционная недвижимость ну-ка расскажи а вот это интересно это объекты которые обладают достаточно серьезным историческим наследием да и которые может быть это реновация какого-то уникального комплекса или локация которая в принципе ничего с ней не может сравниться или бэкграунд и здание ну например если завтра знаменитая гостиница европа кажется 5 в петербурге начнет продавать свои номера то купив например апартаменты далее комнату где там госпожа павлова останавливалась или кто-то из еще знаменитостей ты станешь обладателем объекта равных которому и ну не существует да и точно такого же не существует это как купить ну как купить оригинал ивазовского например да то есть вот приобрести такой объект недвижимости это как раз класс коллекционной недвижимости у него нет четких продуктовых характеристик но есть очень важный параметр уникальность если в нашем городе такие объекты я думаю что они могут появиться в контексте реновации вообще застройки центра то это безусловно будут какие-то точечные проекты они будут располагаться где-то вблизи там важных таких смысловых точек бывший дом пионера ну слушай а может быть то есть почему нет вопрос в подходе до девелопера у нас екатеринбург очень город с таким бэкграундом мощным историческим у нас есть множество известнейших зданий то интересных я не говорю про конструктивизм вообще я говорю про там литературный музыкальный архитектурный какой-то бэкграунд почему нет то есть да и думаю в екатеринбурге такие объекты будут появляться но для этого надо серьезные инвестиции это не дешевое удовольствие но у нас же есть мощные ребята которые вкладываются и в инфраструктуру и в улучшение так сказать нашего города будем что не будем называть но хотя в принципе вот надо отдать им должное то есть люди участвуют как бы вкладываются деньгами там не знаю парки там какие-нибудь закладывают там трамваи в пышму нет ну как бы здесь можно только поаплодировать я считаю молодцы все-таки это же здорово конечно то есть ты не только там значит зарабатываешь деньги а ты еще и вкладываешь их в то место где ты живешь мне кажется это очень здорово и надо про это чаще говорить ты вообще классная особенность уральского бизнеса это за этому можно только аплодировать этим людям которые остаются в регионе кстати благодаря которым я думаю в том числе социально-экономическое положение региона остается стабильно полностью сохранение рабочих мест инфраструктура помощь городу крупные инфраструктурные проекты но это только действительно поблагодарить да но вернемся к нашей теме все-таки считаешь ли ты что классификация нужна или она не нужна я так и не понял из нашего разговора то есть она больше помогает или она больше вредит или это такой помощник знаешь как бы риэлтором ну типа они между собой такие вроде как-то общаясь на своем профессиональном языке понимают о чем идет речь когда они называют там значит стандарт два минуса там ну или вот что-то в этом роде или это все-таки как-то должно помочь простому покупателю для меня не ясно это помощник или это вредитель потому что люди покупаются на слова понимаешь вот я иду значит смотреть дом он называется дом комфорт класса ну например да комфорт вот для меня лично комфорт что такое ну что понимание было да то есть это значит комфортно во всем я захожу большой просторный холл должен быть комфортно да я захожу и не должен стоять в очередь в лифт потому что это некомфортно да а вот например я в башню и сеть захожу и я блин стою по пять минут лифт жду лифт ну я просто вот пояснить хочу ну то есть вот что такое комфортно или вот например мы покупаем в классном доме да делаем там ремонт мы кстати ремонт и делаем хороший до после дизайн проекта вот а там звукоизоляции никакой вообще сосед чихнул слышно это комфортно нет но дом называется комфорт класс на этаже там шесть квартир или сколько там семь там не знаю да даже пять хорошо это комфортно нет ну и так далее но понимаешь о чем я говорю да так вот имеет ли право застройщик называться называть свое жилье комфорт класса когда я там комфорта не ощущаю отсюда вывод ведь это мы вводим заблуждение покупателя иван главная характеристика это умение задавать три или четыре вопроса в одном давай давай разбираться по порядку первое вредитель там или помощник безусловно помощник почему потому что эта классификация остается ориентиром то есть это то к чему по идее мы должны стремиться профессионально идти более того эта классификация это такой базовый набор характеристик если вдруг ты понимаешь я хочу продавать комфорт-класс но я хочу его сделать лучше чуть-чуть лучше чуть лучше да ты как бы заглядываешь дальше кучки я тогда добавлю вот эту опцию или вот эту опцию или может быть что-то еще да то есть как некие некие исходные до базовых характеристики прописаны это очень важно это огромная работа которую сделали для рынка и этой работой конечно же надо пользоваться ты пользуешься да то есть мы допустим своих исследованиях стараемся понимать да когда нам нужно определить какую-то классность продукта опираемся на базовые характеристики но это вот на тот список да вот именно на тот как про который ты говорила который вот сообщество профессионально состав этот документ находится в сети его можно по запросу найти спокойно через яндекс и почитать и не удивляйтесь пожалуйста поскольку многие дома комфорт-класса или бизнес-класса каким-то параметрам не соответствует это не не кошмар и ужас то это норма рынка то есть классификация всего лишь ориентир по которому можно строить свои свои как бы проекты дальше с точки зрения имеет ли право застройщик безусловно имеет потому что комфорт про который ты рассказываешь это субъективизм то есть вот тебе не комфортно когда 6 квартир а кому-то и 11 нормально да а для кого-то кстати если человек выбирает недвижимость характеристика класса недвижимости вообще не входит в топ 10 параметров вот как то есть естественно тебя интересуют цена тебя интересует локация тебя интересует срок ввода когда ты можешь переехать какая есть возможность взять ипотеку на это жилье сколько в нем метров из чего это жилье построена да и уже потом все вот эти маркетинговые истории они просто помогают тебе склонить выбор пользу одного жилого комплекса или другого что на твоей памяти самого крутого в плане классификации есть в нашем городе но там не знаю какой-то супер элит там с тремя плюсами там семь звезд как этот гостиница в дубаях и львента давай не будем говорить о крутости там мы все-таки с тобой про классификацию говорили давай будем соответствовать классификации то есть искать объекта и называть которые но на наш взгляд близки к идеалу и попаданию в свой класс давай по порядку кандинский башня сеть если бы этот комплекс можно было назвать жильем но там несколько иной статус помещения но тем не менее это как бы действительно недвижимость которая позиционировалась как премиум класс дальше из таких проектов которые сейчас строятся наверное вот самое актуальное то ли не на 8 от компании принцип это сегодня проект который себя позиционирует как премиум жилье они бизнес они все-таки в премиальном сегменте заявлены хотя я могу согласиться что наверное бы при наличии более серьезных конкурентов можно было бы отнести этот дом к бизнес-классу но как бы маркетинговая категория заявлены застройщиком все-таки премиум все есть много проектов ривьера например которая на мой взгляд все-таки не соответствует премиальной концепции форум сити форум сити себя позиционирует как бизнес-класс и они здесь абсолютно поскромнее да но абсолютно четко и абсолютно попадая вообще вот именно в тот сегмент в котором они представлены александровский сад у нас например бизнес тоже бизнес да я так понимаю что все вот эти названные жилые комплексы они все соответствуют локации да ну то есть вот раз он там такой вот супер-пупер там премиум то у них и локация соответствующий центр до предцентральный район то есть это все вот прям вот именно те места вот локации где можно назвать себя премиум классом отлично и много таких мест еще в городе где можно премиум построить дома ну давай так для проекта в категории бизнес этих локаций больше потому что мы автоматически можем расширить вот это поле на включить туда предцентральные районы есть интересный прецедент когда например застройщик самостоятельно создает свою локацию которая ранее вообще ну вот как говорится чистом поле но не академически это другой проект это клевер парк он известен достаточно когда пришли на в общем то нулевой уровень до инфраструктуры собрали концепцию собрали квартал и он действительно сегодня можно назвать это жилье бизнес-класс ну да согласен то есть это кстати неплохой пример даже хороший я бы сказал прямо вот взять голую территорию и сделать из нее что вот это на самом деле работа девелопера правильно ведь то есть прийти на какую-то пустырь там и сделать из него прям вот конфетку но ты же должен понимать что если пустырь у тебя расположен за академическим или за вторчерметом то конфетку там тебе сложнее будет сделать потому что ты у тебя не будет для этого смысла экономического потому что люди за дорого так далеко не купят хорошо вопрос такой скажи пожалуйста как какие рекомендации ты можешь дать нашим зрителям которые стоят перед выбором жилья и вот у них пестрят вот эконом ну вот простите нельзя эконом господи бизнес там что там у нас стандартам или так далее вот какой совет ты могла бы дать который поможет людям при выборе квартиры насчет прям совета не знаю но я могу поделиться инструментом который например там мы используем в работе и в общем то все люди которые и занимаются аналитикой продукта есть такой инструмент который называется продуктовая матрица в нашей ситуации это конечно сто сорок семь характеристик вниз и весь рынок жилья по горизонтали вашем случае это может быть очень просто вы берете просто жилые комплексы которые вы рассматриваете который к вам прошли скажем так в топ там пять по позиция цена локация качество выписываете все моменты которые для вас важны как то марка лифта может быть то есть ли до очистка воды до питьевой если в зоны для отдыха взрослых на придомовой территории если у вас питомец там не знаю наличие лопомойки хотите какой-нибудь холл красивые то есть окей дизайнерскую отделку мопов тоже в этот параметр включите дальше цена за квадрат подземная парковка то есть наличие парковки то есть выписали все характеристики которые вам важны и нужны и внизу оставляете там условно строчку стоимость за квадратный метр этой квартиры внимание не среднюю по дому а конкретно квартира которую вы рассматриваете и метраж все и пожалуйста заполняете по каждому дому перед вами в общем то будет весь объем информации где вы можете понять окей здесь она стоит дешевле но например я не смогу своему питомцу вымыть лапы и грязно придется мне вытащить домой или здесь например квартира стоит дороже но при этом ага лучше лифты лучше инженерия ведь вода и тепло это те вещи которые вообще на комфорт жизненный влияют выше потолки кстати высоту потолков обязательно учитывайте будет менее комфортно жить в квартире если потолок заявлен в чистоте ну чуть ниже да то есть выбирайте максимум всегда это будет приятнее это больше объем воздуха и вам не даст соврать до 100 процентов кстати когда вы собираете эти параметры могут появиться какие-то неочевидные вещи ну например вам может быть важно чтобы не знаю был был какой-нибудь бизнес-центр или каворкинг да то есть у каждого свой жизненный сценарий старайтесь писать не только характеристики которые про дом но и про то чем вы пользуетесь то как вы живете не знаю парк рядом велосипедные дорожки или там велосипедная парковка если там ребенок занимается спортом да то какие-то спортивные точки рядом сведите это все в один массив данных и проверьте по каждому дома и тогда четко поймете где ваш самый оптимальный выбор и соотношение цена и качество по моему очень замечательный совет от ксении от нашего супер аналитика который занимается этим профессионально но мне кажется что это доступно абсолютно для каждого и чтобы вы рассматривали и ориентировались не только на класс жилья который заявляет застройщик но и делали вот такую вот сводную таблицу а уж как он там назван комфорт или бизнес это уже вопрос десятый но вот такая у нас сегодня полезная тема получилась на мой взгляд спасибо тебе большое ксения иван всегда рада помочь я обязательно воспользуюсь по поводу всегда и радашка мне продуктовую матрицу составлять нет я приду за следующей темой и мы что-нибудь полезное снимем кстати пишите в комментариях чтобы вы хотели чтобы мы с ксении вместе сняли специально для вас чтобы это помогло вам проще ориентироваться на рынке недвижимости может быть какие-то конкретные жилые комплексы вас или застройщики интересуют мы всегда рады откликаемся и будем для вас снимать такие замечательные полезные ролики на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза живите в хороших красивых удобных квартирах удачи в выборе